всем привет итак начинаем писать 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 ну как я и говорил http с сервер клиент ну ну и потом это все дело загрузим на amazon на виртуальную машину и будет у нас такой небольшой сервер https короче начинаем но первое дело я уже создал такой проекте это все конечно же будет на гитхабе и вы можете все это будете скачать и это он это это у нас будет пример под линуксом под windows переделать не так уж и сложно это будет итак начинаем так первое дело что нам надо сделать ну а ну и говорили же на c++ например ну давайте на c++ создадим classic сервер сервер и чё он у нас сможет делать надо было наверное называть https давайте ладно не буду так первым делом у нас будет конструкторе вот такой вот параметр порт который по умолчанию будет равен 443 то есть этот порт используется для https соединения но вы конечно же сможете любой свой порт использовать дальше дальше чё нам надо нам надо дальше такие открытые функции как старт будет стартовать сервер ну тут еще конечно же добавится всяких всяких функций но для начала для начала сначала еще переменные там порт тоже тоже здесь проинициализируем по умолчанию 443 и сокет по умолчанию минус единичка вот так дальше что я использовал я использовал вот это вот руководство то есть я полноценно и долго не работал не работал с https протоколом и вообще совсем этим поэтому поэтому я нашел вот такое вот руководство и в этом руководстве здесь по шагам все расписано инициализация а ну использовать будем open ssl open ssl он как раз у него есть механизмы там можно связать наш открытый сокет с этим ssl и короче будет защищен но наше соединение а тут разные есть протоколы я по моему буду использовать вот этот ну потому что я попробовал она работает все остальные не пробовал и короче здесь полная пошаговая инструкция и вот здесь ну во первых тут нарисовано как она что должно работать и здесь вот у нас идет там установка сертификата и ключа загрузка сертификата загрузка приватного ключа и так дальше и вот оно вот оно с примерами кода и вот здесь идут примеры и здесь четко вот подчеркнуто и написано установка сертификатов для ssl сервера установка для ssl клиента то есть это с примерами кода оно все идет поэтому чтобы не отнимать время на переключение сюда чтение чё-то тут пытаться прочитать перевести я этого делать не буду но эту ссылку я вот в начале давайте продублирую даже еще в мэйне си пи пи вот так вот ssl туториал вот здесь продублирую и вы сможете сможете ознакомиться и так и так и так и так и так и так первым делом первым делом ну давайте тут сразу по подключаю всякие или может быть это давайте фоновом режиме давайте я сейчас на паузу нажму и буду поочередно все это делать и так вот мой набор функции в моем классе у вас конечно же все будет по-другому может быть все не так и и все и все наоборот есть мне открытой функции старт стартует сервер установки пути к сертификата но это я четко по руководству потому что там надо устанавливать пути ну я те функции вызываю и устанавливаю пути где у меня лежат сертификат и ключ об этом чуть поподробней ой не тоже поподробнее об этом чуть позже дальше дальше у меня есть приватная функция инициализирует ssl библиотеку socket и функция обработки клиентов клиенты которые будут подключаться будут перенаправляться в эту функцию и здесь будет обработка и дальше куча переменных нужных это это для ssl соединения нужны это я по руководству и шоу поэтому поэтому дальше это пути я буду хранить дальше вот это html дата сюда я буду загружать html страницу html страницу этой странице будет у меня список всех видеороликов по темам а то что вы видели страничку ту страничку которую вы видели когда переходили по ссылке в мой блог небольшой блог который не дополняется нету времени и там такая страничка была где список видеороликов по темам дальше здесь вот это мне будет буфер иконочки которую запрашивают некоторые браузеры об этом тоже будет ну все все короче надо по очереди дальше это время старта сервера и это количество get request которые будут приходить на сервер просто буду подсчитывать ну возможно что то тут конечно же еще добавится ну и здесь у нас пустые функции пустые функции и начнем с их реализации ну первым делом первым делом надо бы надо бы надо бы открыть не давайте не открыть а давайте сразу начнем с инициализации ссссм библиотеки и инициализируется она следующим образом вот вот таким вот это все по руководству то есть еще раз повторюсь это я брал отсюда шел по шагам и для сервера вставлял нужные куски кода здесь особо я не разбирался по этому советую вам конечно же почитать там и разобраться но здесь у нас инициализируется библиотека дальше а для этого всего конечно же вы должны знать что у вас должна быть open ssl библиотека и кстати кстати нужно подключить подключается она в linux в linux вот таким вот образом вот lib ssl и libcrypto это файловая система из си плюс плюс 17 стандарт вот то есть вам обязательно надо иметь open ssl если это убунта все гораздо проще зашел в репозиторий набрал там что-то ssl-dev поставил галочку next и у вас уже готова у вас уже скачана библиотека для разработчиков случае windows все печальнее ну как тоже труда не составляет но но как-то все там сделано без души короче идем дальше так вот это инициализируется библиотека это грузятся строки для ошибок потому что если есть какая-то происходит ошибка к примеру при вызове в этой функции мы можем смело проверить если был возврат ну то вызвать опять-таки эту библиотечную функцию error print errors которая напечатает в поток ошибок ну и на консоль в чем же проблема что произошло так 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 вот здесь вот здесь мы грузим сертификаты устанавливаем тут тоже здесь сам файл сертификата здесь файл приватного ключа здесь проверяем происходит верификация этих ключей и сертификатов ну 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 путь я тоже установил было так написано но я его принципе нигде не использую возможно надо где-то использовать дальше что нам надо сделать дальше на дальше надо про инициализировать сокет и делается это вот так с этим особых проблем нет здесь максимум сто пользователей ну давайте тысячу поставить надо было бы это вынести куда-то в переменную вынесите обязательно получается магическое число чё это за 1000 и и все такое короче это инициализация сокета ничего здесь левого нет то есть ssl отдельно инициализируется сокет отдельно судя по руководству у нас что идет вот у нас идет инициализация ssl а то есть это у меня все в одной функции создается там всякие ssl и конфигурица трата трата потом аж потом аж инициализируется создается сокет вот это bio я я его не использовал но наверное надо а чё я не использовал потому что я надо почитать что такое bio как я говорил я с ssl работал мало можно сказать вообще не работу поэтому 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 почитайте bio я вот этой части не делал так ладно инициализируем сокет сокетом думаю тоже все понятно вызываем библиотечную функцию сокет он создается кстати тут надо бы сделать еще проверку если м сокет меньше 0 или равно минус 1 по моему сокет возвращает минус 1 то 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 напишем что не смогли создать can not create вот вот так и завершим работу функции так инициализация сокета и инициализация ssl библиотеки есть теперь теперь по поводу установки а но инициализация да здесь устанавливается пути всякие к сертификату и к приватному ключу так вот это у меня переменные класса значит 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 нужно срочно вот здесь это все понаписывать попрописывать в эту переменную 1 путь установить дальше в эту переменную 2 и установить еще путь вообще к сертификатам насколько я понял вот этот путь где он устанавливается вот вот здесь приват файл нет не 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 а вот локация да там может быть много сертификата насколько я понял но я не разбирался те кто шарит поправьте напишите в комментарии как шо куда или ссылку вообще на руководство для чайника так это сделали теперь давайте перейдем к функции старт функции старт а ну перед тем как кстати переходить к функции старт нам надо бы было бы сгенерить этот сертификат как он генерится сейчас я вам покажу вот здесь я поставлю это это терминале выполнив эту команду мы можем изгенерить ключ вот вот так вот вызовем open ssl дальше это x 509 есть такие сертификаты я бы сказал подробно подробнее если бы был бы специалистом но я не специалист дальше дальше вот это 365 это его длительность на год его генерим дальше это длина ключа данном случае 2048 бит и вот здесь имя приватного ключа и имя сертификата когда мы вот так вот нажмем здесь попросит в моем случае пароль и вот здесь начнется там но всякую информацию для сертификата там какая страна стоит провален с ним давайте страна поз блин надо было там осу ней пор за короче везде он ос common name ос email вот и все ничего у нас получилось вот у нас получилось два сертификат ну один файл сертификата и приватный ключ по этому приватному ключу у клиентов по должны быть свои приватные ключи с помощью которых они могут подключаться либо можно использовать тот же самый ключ клиенты и тогда соединение будет защищен но защищен но у меня в данном случае вот 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 сам серверу и вот здесь будет папочка сертификаты готова куда я укажу путь ну какой путь вот же я вызываю функции так и у меня есть открытый функции сет серт пас сетки пас и сет пасху си и поэтому давайте наверно сразу это и сделаем сразу вот здесь установим эти пути что для этого надо для этого подключить файловую систему из си плюс плюс 17 дальше дальше вот сократить эту запись да просто файл систем дальше подключить файл нашего сервера include сервер вот и и и и а что еще надо еще было бы удобно если бы можно было запускать нашу программу с консоли нам и так я там будем запускать но если бы была возможность указывать номер порта и здесь и сделаю по простенькому пинт порт пронициализирую 11000 так как будем пока запускать для тестирования здесь локально так давайте если арк бой больше равно двум если больше чем два параметра но первый в командной строке вы знаете это имя программы а дальше уже то что мы передаем так потом если больше значит мы предполагаем что ту подождите с ту и то мы предполагаем что дальше после имени программы идет номер порта и значит нам надо перевести это строковое число сроковое значение в число теперь сервер серв вот так и так как у нас конструктор с параметрами то туда передадим порт есть дальше теперь а вот теперь нам надо указать наши пути к нашим сертификатом и это будет вот вот так вот получаем текущий путь где лежит наша программа дальше добавляем к ней папочку сертификат и вот сам сертификат и сам ключ то есть по факту вот у нас получится будет лежит наша программка вот эту папочку и вот здесь наши ключи здесь будет это html страничка а здесь будет иконка что за иконка обо всем позже теперь нам нужно сервер дальше set путь к сертификатом и и и вот так стринг перевести надо строку потому что тип здесь не строчный и второе сервер сет кей пас и вот здесь установим путь чё-то одинаковые пути хотя это не так вот он патч ключ после чигом после чего кстати кстати да вот это я не использую почему-то не знаю почему но я думаю вы разберетесь какая-то основа все равно здесь уже будет дана потому что вам уже у вас уже будет готовый рабочий кусок перед глазами и можно уже будет открывать там документацию и что-нибудь что-нибудь дочитывать так теперь нам надо если вдруг функция старт вернула ошибку то напишем и not и старт си бог смотри выше ну а выше понятное дело там консоли если сервер не стартанет там будут какие-то ошибки вот так давайте попробуем запустить запустить что у нас получится а а все нормально у нас сервер стартанул ну как стартанул вот функция старт вернула true и все так идем дальше чё нам надо дальше у нас есть инициализация вот инициализация сокета дальше есть ой точнее инициализация ssl библиотеки и есть инициализации создания сокета теперь это все добро нам надо как-то связать функции старт мы это и будем делать это делать что нам нужно функции старт ну 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 первым делом проинициализировать ssl библиотеку потому что в руководстве написано вот я смотрел вот эту картиночку и и примеры кодов вот здесь я мало читал ну извините не было времени надеюсь вы не такой как я его все-таки читаете документации а не только куски кода берете так вот инициализируем если не ssl и нет если не было проинициализировано то вот здесь мы напечатаем ошибку return и вернем вернем false ошибку напечатаем вот такую я буду уже копировать чтобы не отнимать время так есть ssl и нет ров дальше дальше у нас следует вот такая такой участок кода создаем сокет если не получилось все то же самое пишем в консольном в терминал и говорим что i am sorry но ничего не получилось после чего пишем что сервер был запущен и пишем номер порта дальше дальше нам нужно установить цикл который будет бесконечный в котором мы будем ждать ждать так этой функции еще нету сейчас я сделаю ждать всех клиентов вот вот таким вот образом то есть проинициализировать ssl библиотеку дальше проинициализировали socket создали дальше запустили бесконечный цикл в синхронном режиме так как я уже по видео в котором просто про простенький http сервер был говорил что есть синхронный и асинхронный режим в моем случае это синхронный режим то есть на этом выполнение программы останавливается а все входящие соединения которые приходят если они придут одновременно и они становятся в очередь а вот здесь я буду вычитывать так так пока здесь пока здесь еще связки нету нашего ssl соединение и нашего сокета пока нету вот когда будем обрабатывать сообщение от клиента вот тогда как раз эта связь и возникнет то есть пока мы просто проинициализировали библиотеку и создали сопи но давайте его запустим запустим стартанет или вот сервер был запущен порт 11000 давайте попробуем ай блин сделаем вот так давайте попробуем установить соединение это у нас localhost будет так давайте давайте localhost нет https localhost и 11000 вот сейчас я попытался загрузить ничего не произошло сервер не запущен давайте запустим и чего был запущен хорошо enter что у нас у нас все получилось у нас соединение произошло то есть ну самое главное нам теперь прочитать какое-то сообщение сообщение мы никакого не прочитаем потому что мы не ничего не отвечаю как вы видите вот здесь в данном случае chrome показывает что идет загрузка какая загрузка а такая что я не ответил клиенту а клиенту надо было ответить окей или error или хоть как не будет надо было ответить в данном случае просто принял сообщение кстати с тем аж http сервером там тоже если вы смотрели можно было принять соединение по https протоколу но это соединение было зашифровано поэтому на самом деле вот это еще не показатель ну ничего сейчас мы пойдем дальше и так вот тут здесь функция которая возвращает айпи адрес клиента это функции дополнительные вспомогательные поэтому они не включены в функции класса это не члены класса они вот вот они это статичные функции которые ограничены именно только этим файлом благодаря ключевому слову static и все здесь я получаю время это нужно будет нужно будет функция здесь я получаю адрес то есть определяю какой он здесь получаю айпи и смотрите теперь смотрите где у нас где у нас вот теперь фишка то у нас какая а вот здесь будет фишка прочитать сообщение так как у нас защищено соединение то надо раскриптовать то что пришло так так ну давайте 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 клиент процессинг что из чего это все состоит вот сейчас я скопирую и вставлю теперь смотрите вот здесь происходит теперь связка приходит сокет это сокет клиент так так и вот здесь мы создаем что-то создаем и вот здесь устанавливается соединение сокетом в защищенном режиме вот у нас пришел этот сокет вот у нас есть глобальная переменная а где где она где она а вот она когда мы создаем контекст для метода метода а метод какой у нас а метод вот у нас вот такой tl sv12 сервер метод давайте перейдем вот сюда вот у нас их несколько этих методов так вот он tl sv1 вот он tl sv1 то есть вот для сервера а вот для клиента есть еще в пенселя вот разные методы о них почитайте чтобы понимать какой лучше какой может быть быстрее какое еще защищение и все такое короче когда происходит соединение я вот этот сокет связываю делаю связь то есть грубо говоря просто говорю что вот сокет клиента и там пришлось что-то защищенное и вот здесь идет настройка теперь смотрите читаю я сообщение не с помощью рид как было в предыдущем видео потому что для сокета есть функция рид а с помощью ssl рид ssl рид это open ssl библиотечная функция то есть вот здесь я устанавливаю создаю контекст но связываю сокет если я где-то ошибаюсь или не точно говорю поправьте потому что я не специалист подчеркиваю дальше дальше это опять-таки библиотечные open ssl функции проверяю получилось не получилось ли принять это все и потом я читаю читаю в буфер соответственно вот здесь сколько байт я прочитал давайте попробуем давайте попробуем прочитать то есть данном случае в буфер должен прийти обычный расшифрованный get запрос то есть мы должны глазами увидеть этот 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 короче текст запроса так запускаем еще раз сервер был запущен теперь делаем вторую попытку enter read bytes 0 как 0 опять а чё 0 еще раз вот так вот а да в чем проблема в том что на этот браузер говорит дружище у тебя не защищено все и и все такое ну короче мой сертификат генерирую я сам поэтому есть проблема что браузер об этом сертификате не знаю как это все добавлять чтобы он узнал чтобы вот этого красного не было я не знаю есть центре сертификации которые выдают вот это crt 509 у каждого клиента конечно же он может сгенерить свой собственный ключ то есть на основе этого сертификата но это сертификата типа доверены и можно доверять и типа не бойтесь короче здесь случае хрома нужно добавить этот сертификат что не надо делать кстати если вы ну не создаете свой сервер либо как моем случае там не бойтесь ничего страшного там нету это если вы куда-то на недостоверный сайт вообще левый то есть вы клацать и лазите в интернете где-то кликнули у вас куда-то перенаправила и браузер вам может где-то помочь и сказать что дружище защите соединение под вопросом она то https но сертификатом мы не знаю что за сертификат короче надо добавить его вот сказать что все хорошо я верю и теперь смотрите после того как я верю насколько я понимаю там на уровне ssl произошел обмен сертификатом насколько я понимаю потому что мой сервер этот сертификат никуда не отсылал соответственно я поначалу не понял а как а как так а как так получилось принять сообщений уже в расшифрованном виде как вы видите вот здесь смотрите за мышкой get http вон там localhost ну и все такое вот то есть пришел запрос который можно прочитать я по-прежнему ничего не ответил но это же вопрос другой то есть вот запросы приходят 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 вот он get пришел ну все нормально ну я ничего не ответил это уже мои проблемы так вот скорее всего когда мы связывали этот сокет вот с нашей пронициализированным контекстом open ssl то вот там на этом уровне скорее всего отправилась клиенту данном случае клиент это у нас браузер этот сертификат и там то есть нюансов я не знаю если честно возможно когда ты с этим поработаю более плотно и тогда возможно и возможно расскажу но лучше если это сделаете вы сами но разберетесь то так лучше зайдет то есть мой пример вам поможет на старте я думаю потому что например у мне всегда помогают готовые какие-то решения но если тема абсолютно новая а дальше я уже там если нужно читаю документацию и уже уже иду иду дальше ну и мне лень было запускать снифер из ловить пакеты то есть просто лень не то что нету времени время можно было найти но можно было бы запустить снифер когда я добавлял вот это клацал что я доверяю то там по идее на можно было бы словить снифером какую-то сетевую активность которая шла бы к этому клиенту короче соединение получили защищенном виде более того мы прочитали адекватное сообщение то есть не зашифровано не не тупой поток битов и байтов а уже полноценное глазками мы увидели что там http запрос теперь этот запрос надо распарсить и ответить чем мы сейчас и займемся для того чтобы распарсить я создам вот такой вот classic и будет он лежать 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 в папочке common то есть он нужно будет и клиенту и серверу наверное и назову его а что теперь request вот то есть это такой запрос и задача вот этого класса будет то есть объекта в этого класса будет распарсить вот эту строку которая пришла и и и и и вот из чего он будет состоять в данном случае принимать я буду только бед вам же по-хорошему нужный гэт и пут но если она вам надо то есть то есть то есть этих запросов в http протоколе не один вот функция парс которая при примет эту строку которую я распаршу то есть этот класс объекты этого класса будут его парсить и возвращать а но он или гэт ну тип запроса то есть если это будет гэт значит будет гэт все остальные пут белит connect все остальные будут игнорироваться и будет возврат а но в данном случае будем обрабатывать только гэт и теперь 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 реализация с вот самая простенькая вот реализация что у нас здесь получаем строку дальше читаю по строчно по линии да вот для этого использую стринг стримы вот получил строку получил линию вызвал функцию парсинга первой линии потому что в http протоколе первая линия всегда идет это гэт путь ну забыл как она называется request line по моему так и называется если открыть спецификацию то там так и будет написано дальше я распарсил первую линию а вот здесь ну как бы это просто идет вычитка всего остального то есть дальше вот здесь вы можете вычитывать тело вот этого запроса все так ну вычитывать и парсить и принимать решение я этого не делал я распарсил только первую линию а в первой линии что я сделал вот прочитал так как очень удобно использовать строковые потоки таким образом вот вот этим я прочитал что тип запроса дальше посмотрел длину то есть она читает до пробела дальше длину его если длина 3 проверил если это гэт значит это гэт все следующим после пробела идет патч ну у нас как у нас гэт запросы где-то вот так вот гэт потом пробел потом слэш это может быть индекс или может быть просто слэш а дальше htp там 1.1 или чем пробел я не помню есть или нет короче request line состоит грубо говоря из трех полей первое это тип запроса дальше патч в которой мы же может быть путь им декс может быть html или что-нибудь другое и дальше версия протокола здесь я читаю вот это и вот это вот это я не читаю короче 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 давайте все таки оставлю http 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 так распарсил проверил если это гэт то все замечательно все вот в таком простом виде классик для запросов значит нужно его вот здесь подключить вот так вот кому нет не так как не так сервер выше у нас идет коммун а вот здесь нашли теперь квест так так почему еще раз им клуб так калман а вот нашли теперь квест есть теперь для того чтобы распарсить так 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 вот у нас соки то вот клиент процессинг вот здесь когда мы прошли все проверки у нас получилось прочитать количество прочитанных байтов больше нуля то вот здесь htp request создаем htp request рек и рек . парс и сюда передаем наш буфер с нашим запросом после чего мы проверяем сделаем такую проверку а если 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 давайте я так и напишу request вот ну 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 можно можно написать в консоль вот это вот чтобы произошло соединение вывести айпи и вывести строку запроса дальше это для дебагинга можно дальше мы сделаем вот так проверим если это get если это не get то напишем неизвестный формат запроса им типа не поддерживаем дальше дальше увеличим вот такую вот перемена помните я говорил это у нас просто количество get запросов пригодится это нам пригодится идем дальше 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 сделаем вот такой вот свитч сейчас я вам покажу его ну вот начало его я по длине так и для меня было лично для меня проще если длина пути 1 а это означает что просто был вот такой запрос здесь не было ничего там индекс main или main html или еще если просто вот такой если путь грубо говоря пустой то ну я на всякий случай конечно же еще проверю потому что мало ли что там злые хакеры будут присылать так вот если действительно путь равен обратному слышу то я серверу отвечу и отвечу следующим и опять здесь буду использовать строковый поток и и и я отвечаю что все нормально все нормально дым 200 статус наш окей все хорошо и отправляю размеры чего html странички то есть я клиенту говорю смотри дружище все хорошо и но это просто по протоколу http и следующий кусок данных которые я тебе отправлю у него длина вот такая какая длина а такая это м html дата как и говорил надо будет прочитать html страничку ее мы еще не прочитали но ответ я сейчас уже готовлю дальше я отправляю этот ответ первым вот от отправил и следующим я отправляю уже непосредственно со нашу html страничку давайте это уберу оставлю вот сначала отправляю статус окей то есть я удостоверился что запрос правильный я его могу обработать путь вот такой то отправляю html страничку теперь это html страничку конечно же сначала надо загрузить потому что если ну давайте попробуем давайте я сейчас запущу в данном случае это будет 0 байт ну давайте посмотрим что будет давайте я вот так enter advanced окей как мы видим пусто кстати вот иконочка видите эту иконочку я стырил на просторах интернета просто c++ набрал и все то есть что это за иконочка но уже подбираемся да а вот сервер получил соединение с локального хоста и запрос пустой вот смотрите давайте вот такой запрос делаем hello грузим почему грузим потому что мой сервер ничего не ответил а почему ничего не ответил потому что он что-то тупит по идее он должен был как минимум в консоль написать вот это какая-то дичь товарищи так я в режиме дебага нет а ну-ка завершим соединение а ну-ка еще раз запустим а ну-ка еще раз вот так вот ну read байт раз два три чё-то она вообще а не прочитала потому что надо добавить дальше вот read байт 400 а не понял давай печатай вот запрос ну hello какой-то тупняк произошел а вот я его а я его путь напечатал но я его как-то попробовал обработать а я ничего не ответил поэтому 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 так короче ладно это это все такое по поводу вот этой иконочки которого здесь было как вы видите здесь пока иконочки нет браузеры запрашивают что они запрашивают они иногда так сейчас подождите делаем они вот да елки-палки они вот здесь иногда присылают вот такой file icon . ИКО по моему это означает браузеру нужно иконочка какая иконочка которую он будет рисовать вот здесь если мы ничего не ответим он будет рисовать он ничего и не будет рисовать он будешь это такой пустой рисовать если же мы ответим то он нарисует ту иконочку которую мы ему перешлем вот я думаю вы поняли ну давайте я сделаю вот так сделай вот так сейчас сейчас мы наполняем до обработку наших запросов теперь если это пришел фау икон то нам эту то данные этой иконки нам нужно будет отправить так не понял чё за брейк он откуда а я не туда влез вот сюда так вот если это фау икон то отправим данные по фау икон давайте вот так вот сделаю вот смотрите если пришел запрос на эту иконочку то делаю аналогично нашей страничке говорю что все окей я твой запрос обработал я понял что ты хочешь и отправляю вместе с этим океем говорю что с длина следующая будет такая то кстати вот здесь и указываю что это будет картиночка png а вот здесь что это будет текст все нормально и это это все в протоколе описано в данном случае html страницу я говорю что это будет текст html а в этом случае буду от следом отсылать данные картиночки это будет имидж и формат png чтобы браузер четко понимал что он будет получать и как ему и он знал как ему это обрабатывать теперь делом за малым дело за малым вот это вот все ну открыть файлик html прочитать и нашу иконку это все надо сделать в функции старт где у нас функция 100 вот она перед всякими инициализации потому что он если что-то мы не откроем то какой смысл вообще дальше что-то инициализировать смысла нету поэтому поэтому вот вот так вот я и сделал смотрите гид хана кинг хабби будет шо валяться будет валяться сервер common скорее всего какой-то клик чё это завтра сейл плана удалим потом потом какой-то клиент будет лежать и дата эту дату нужно будет положить вот эти директории туда где будет валяться ваш сервер вот смотрите вот сервер который мы будем потом на амазоне запускать и вот вот эти вот папочки в каждой папочке тут сертификаты тут html страничка здесь вот это наша иконочка так вот вот я беру и открываю нашу html страницу открыл ее узнал размер файла зарезервировал для строки этот размер и прочитал все в стринг и закрыл это файл то есть сервер будет это все хранить в памяти дальше открыл иконочку прочитал содержимое иконочки в буфер в данном случае это уже мне будет вектор чарл прочитал в память и что сделал правильно закрыл файл все у меня хранится в памяти теперь давайте запустим теперь смотрите теперь 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 кстати а как он эту иконку до этого получил он же здесь нарисовал иконку а я же эту иконку ему не отправлял загадка а может он хеширует браузер может быть схешировал для этого локал хоста что была такая иконка скорее всего так ладно давайте проверим 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 поставим точки останова и запустим наш сервер еще раз сервер был запущен запускаем браузер запускаем 0 0 0 0 надо было с mozilla запускать mozilla каждый раз короче не нужно добавлять в исключение это в хроме надо добавляем получили соединение и теперь обновляемся еще раз и чё непонятно чё я наверно сейчас mozilla запущу с mozilla как-то проще с mozilla как-то все работает ладно 5 сек так запустил я mozilla это 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 не обращайте внимание это с предыдущего но с того сервера короче который мне сейчас запущен на амазоне так сейчас сервер стартанул переходим в mozilla нажимаю ввожу путь enter а все пришло все как у людей теперь какой а вот смотрите вот следующем запрос пришел фау икон мазила спрашивает дай мне иконочку я ему говорю хорошо вопросов нет вот на тебе иконочку и теперь смотрим вот здесь рисуется иконочка а вот наша непосредственно html страничка которая которая загружена в память и сервер каждый раз не вычитывает ее она давайте hello сделаем если хеллоу то ничего не происходит почему ладно давайте не хеллоу ну вроде так работает хорошо хорошо что тут еще чуть-чуть а чего тут еще нету здесь еще нету 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 вот обработки вот этого сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу это я сделал так для тестов типа how many request было сну со старта программы со старта сервера кстати вот это еще надо обновить дату данные когда мы стартанули это это буквально 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 нам надо перейти функцию старт где она вот она и и и и когда сервер был стартану когда сервер стартанет вот здесь м старт дэйтайм равно гэт гэт дэйтайм вот это это та функция которая написала которая вот здесь лежит она берут берет текущее время и короче мы записывает строку она переводит строку и записывает время старта вот так я рассмотрите когда в пути придет вот такая вот длинная колбаса в ответе будет ну сначала мы скажем окей все хорошо дружище жди и жди данных данные вот такой длины и в этих данных я отправляю просто html хотя я вот здесь не оборачиваю это просто текст они а есть html да вот бр бр да это в html формате просто вот здесь я не указываю что это html и все такое короче я печатаю когда стартану сервер и сколько запросов было давайте запустим запустим сервер был запущен теперь где наш где наша мазила вот она есть данные получены так что мазила подтупливает почему подтупливает htp ладно возможно потому что я вот здесь использую vpn сейчас проверим так вроде заработала кстати вот сейчас иконочки запрос на иконку не пришел ну я не буду не хочу разбираться почему и как нам сейчас самое главное обработать теперь вот этот запрос сказать сколько же запросов было с момента старта сервера не так не так не так копируем копи-копи вставляю какой-то тупняк почему тупняк а мой сервер запрос не получил мой сервер запрос не получил почему вот что-то подтупливает смотрим сервер был запущен 9 часов 23 минуты верно сейчас 9 часов 25 минут ну пока я короче ну пока я короче проверял сколько было запросов 4 запроса давайте еще раз обновим обновим давайте вот здесь пять уже запросов ну включая то есть эти запросы тоже считаются сюда запустим когда в новой вкладке я смотрю как-то более-менее отрабатывает а вот здесь не хочет отрабатывать какой-то тупняк не понимаю какой и почему уже 6 было запросов ну и теперь давайте без запросов просто получим страничку то есть это все это все мы будем заливать я буду заливать на amazon пытаюсь получить главную страничку это не мой сервер тупит это тупит я заметил иногда что-то смазилы что почему и как не знаю короче оно работает у себя попробуйте будет работать глушим сервер останавливаем его пусть падает валится и все такое а что еще по-хорошему надо было бы сделать надо было бы наверное в деструкторе хотя этот вопрос такой сервер глушится простым контроль c ну то есть процесс будет глушиться поэтому как бы по факту по-хорошему деструктор никогда не будет вызван ну потому что у нас нету механизма чтобы он завершился у нас есть здесь просто бесконечный цикл хотя можно прислать какую-то команду по которой цикл прорвется и тогда в принципе да завершится завершится короче короче вызовется деструктор короче с сервером вроде бы все если что-то я сказал непонятно по поводу SSL хотя я мало по нему говорил но то простите я не специалист это по работе нужно было немного посмотреть в эту сторону я посмотрел и решил запилить видос так короче по серверу вроде все у нас есть страничка HTML которая загружается в память которую мы отдаем при запросах у нас есть иконочка которую мы тоже так вот страничка есть иконка и есть дополнительно мы говорим сколько было запросов ну на этом я думаю все а в следующей части перейдем к тому как заливать это все добро на Amazon на виртуалку и все такое поэтому на сегодня все ну в сейчас все всем спасибо за внимание подписываемся комментируем специалисты те кто шарит в этом всем пожалуйста прокомментируйте не то как я это сделал а может быть ссылки дайте на хорошие ресурсы в которых все расписано для чайников будет полезно и мне и вам потому что есть ресурсы они англоязычные но 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 руки не доходят их почитать но для других может быть у других пойдут руки почитать но руки дойдут дочитать короче специалисты пожалуйста помогите всем кто будет смотреть это видео с возможными разъяснениями поэтому и еще раз спасибо за внимание всем пока пока пока